всем привет и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет выпуск мы таких еще раньше не делали я знаю что кто-то из вас снимает блог и мы решили начать делиться с вами информацией на что же мы снимаем и сегодня речь идет о новом дрончики которые мы купили и будем проверять и так диджай сделал дрон диджай нео это маленький дрон вы знаете что я пользуюсь для панорам диджай мини 4 про и для всякой динамики мы летаем на fpv дроне и вот диджай выкатил новый дрон который умеет много всего и у него есть уникальные фишечки которые мы попробуем использовать в наших видео сделать наши видео еще круче а те кто сидит и присматривается к тому чтобы вот такой вот дрончик приобрести может быть это видео будет интересно ладно что-то я затянулся вступлением давайте больше по делу и так что же умеет данный дрон прикол в том что он работает без пульта у него есть возможность работы с пультом у него есть возможность работы с fpv пультом у него есть возможность передавать на очки но для этого у меня есть обычный fpv дрон который великолепно работает и хорошо снимает а в данном случае он работает без пульта и все что вам нужно это в лучшем случае телефон для того чтобы делать что-то вручную управлять а вообще он летает полностью автономно то есть ему не нужен пульт потому что на дроне есть режимы которые по пресетам будут выполнять определенные функции вот наш дрон посмотрите какой он маленький он весит меньше 200 грамм то есть если вы будете летать на нем в странах у которых есть регламент то он под него вписывается очень легкий очень маленький посмотрите у него пропеллеры закрыты дактами то есть он может если там какие-то ветки врежется ничего страшного с ним не произойдет из того что прикольно маленькая батарейка эти батарейки стоят по 80 баксов это какая-то просто сатана в комплекте идет батарейка мы покупали не комбо версию в комбо версии идет пульт и несколько батареек но мы решили попробовать попользоваться и если что просто докупить батареек стоимость такого дрона 199 долларов мы купили его за 210 в общем как игрушка за такие деньги великолепно ну и те функции которые он будет выполнять это будет весьма интересно так ну что давайте разберемся с режимами первый режим это фону то есть в этом режиме дрон взлетает отлетает на расстояние которое указано в аппликейшене и начинает вас трекать то есть в этом режиме вы можете бегать там ходить ездить на мопеде но здесь есть момент с какой скоростью он это делает нужно быть внимательными я попробую сделать это в разных режимах вы посмотрите когда это будет работать когда нет и так фолу мод ну вот он пошел это один из самых толковых режимов потому что вы можете делать какие-то действия и дрон будет летать за вами и когда вы ходите и там на что-то показываете потом можно записать войсовер и вид будет красивый и будет в кадре какой-то экшен и дрон достаточно хорошо справляется с движениями то есть он трекает вас и когда вы идете он понимает ваше направление и у вас такой как бы такой штатив который ходит вместе с вами и снимает ваши действия если вы хотите какой-то больше динамики естественно он с этим будет справляться то есть этот режим ставим зачетную галочку подходит хорошо следующий режим который мы будем с вами рассматривать дроне в этом режиме дрон отлетает на расстояние указанное в аппликейшене в нашем случае на пляже мы будем отлетать на расстояние в 10 метров вы посмотрите как он это делает погнали так теперь мы запускаем следующий режим это когда он отлетает и потом прилетает мы переключаем и включаем на 3 секунды нужно подержать кнопочку и поехали это достаточно прикольный режим когда дрон отлетает от вас но в реальности я не очень понимаю как его можно использовать потому что вы не вешаете дрон и издалека вас снимаете он просто отлетает и потом подлетает к вам то есть как бы короткие шорцы допустим записать ok но по делу не уверен и так следующий режим циркал это тот режим в котором дрон облетает вас по кругу вы можете выставить несколько вариантов по расстоянию на котором он будет вас облетать это все напоминаю выбирается один раз в аппликейшене и потом в нормальном режиме дрон будет облетать на таком расстоянии если вы хотите изменить это расстоянии нужно зайти в аппликуху и поменять данный режим именно на расстояние в котором он будет это делать облет по кругу достаточно прикольный режим когда дрон облетает вас вокруг и это второй режим на мой взгляд который можно хорошо использовать потому что его можно подальше отодвинуть от себя и вот сейчас он летит на четырех метрах можно сделать там 10 и это будет реально хороший шутинг показывающий панораму и так следующий режим рокет в этом режиме дрон взлетает вертикально вверх и снимая рокет то есть он сейчас взлетит вертикально вверх ну и поехал наверх на 10 метров он должен взлететь на мой взгляд это тоже не самый удачный режим дрон поднимается к верху и потом опускается к вам если вы в мануальном режиме повесите дрон вот на высоте например 10 метров и будете что-то делать да это действительно может быть прикольным кадром но когда дрон взлетает и потом опускается вниз может быть как для каких-то перебивок его действительно можно использовать но так чтобы показать локацию на которой вы находитесь наверное все таки нет то есть я ему ставлю три из пяти следующий режим спотлайт в этом режиме дрон зависает на расстоянии либо на уровне глаз либо начинает снимать вас сверху и держит вас постоянно фокусе но при этом сам никуда не летит вы можете отходить дальше отходить ближе ходить вокруг да он будет вас трекать как штатив только с функцией слежения тут дрон будет стоять в режиме сполт лайта на одном месте и трекать мои движения все я хожу он стоит на месте и смотрит куда я ухожу и при этом естественно он пишет звук на себя то есть я пишу сейчас звук через внутренний микрофон сейчас он у меня дом стоит на уровне лица а это еще один из прикольных режимов когда камера висит и снимает вас как штатив и преимущество данного режима в том что за вами данный дрон следит вы можете отходить подальше поближе то есть если вы захотите показать больший объем или большее пространство да этот режим великолепно подходит единственное что когда вы будете говорить нужно что-то придумать со звуком потому что дрон шумный но с точки зрения того чтобы показать действия вполне себе великолепный ну что а сейчас будем тестировать как же он пишет звук начнем мы с airpods а вот сейчас мы проверяем как собственно дрон пишет звук с наушников то есть у меня сейчас торчит airpods и я пишу его то есть дрон слышно но дрон должен насколько я знаю убирать свой шум ладно все это хорошо мы проверили сейчас одни наушники сейчас мы проверяем собственно дрон пишет ну и последний шестой режим direction track это мануальный режим в котором вы выбираете по какому сценарию он будет работать в нашем случае мы выставили direction track то есть он смотрит вам в лицо вы идете вперед и он летит задом и держит вас в фокусе я думал он будет работать лучше будет работать прямо как штатив но он начинает там ездить влево вправо но когда вы уже начинаете идти в каком-то из одном направлении он начинает все таки лететь достаточно ровно назад и в принципе это наверное очень прикольный режим также в этом режиме можно облетать по helix у там есть вот вы сейчас видите варианты как это делать то есть вы выставляете напоминаю это все в настройках и потом дрон работает по этому сценарию теперь давайте зайдем в оплекушечку я вам немножечко еще расскажу касательно того что как и настраивается в собственно в нашем управлении дроном вот так вот приходишь и он от тебя вот облетает и держит дистанцию постоянно ну что идем вот он боком летает такой штатив это еще один из прикольных режимов когда дрон летит задом и вы находитесь перед ним то есть он не просто показывает ваши действия со спины а еще и показывает ваше лицо эмоции и то что вы можете показывать там пальцами в разные стороны в общем этот режим мне нравится и работает он вполне приемлемо то есть это один из немногих режимов которые на мой взгляд удачные при использовании этого дрона и мы действительно будем их использовать в будущем так сейчас мы находимся в режиме direction track он должен идти и прямо лететь задом передо мной во всех режимах куда мне не нужно идти тут я сейчас лечу в сторону он идет в сторону залетит передо мной просто как штатив я ему сказал дистанцию держать достаточно большую он так вот делает ладно все лети домой братишка когда дрон находится вблизи вас а вы можете сделать чтобы он снимал вас там с нескольких метров у вас будет крупный план будет показано лицо то есть будет видно что вы видите и ваши эмоции но если вы его отодвините от себя подальше то кроме того что вы делаете будет еще видно задний план то есть то где вы ходите и локация в которой вы находитесь то есть на мой взгляд данный режим один из тех которые действительно можно использовать в этом дроне и вы можете выбирать главное дистанцию при которой будет видно вас лучше либо хуже ну и все это конечно управляется голосом вы можете сказать подлети ближе можно красивый свет хороший вот так вот он запускается все включится а теперь делаем вот так ладно вы уже поняли здесь у нас произошел небольшой фейл при взлете дрон зацепился за мой палец и у него потерялся режим слежения и после того как у него сбивается алгоритм то говорить о том что он будет вести себя адекватно наверное не стоит поэтому в данном случае для того чтобы посадить дрон нужно было зайти в аппликейшн потому что на руку которую он обычно видит трекает и к ней летит и на нее садится и это работает в большинстве своем великолепно то в данном случае этот вариант был невозможен мне пришлось заходить через телефон заходить в апплику и вручную его опускать ниже и когда он уже подлетел на какую-то высоту типа там 50 сантиметров от руки он уже руку распознал и на нее сел поэтому если у вас пошел сбой программы и что-то пошло не то здесь может быть проблема нужно садить будет дрон вручную через апплик короче народу такая вот штука то есть работает великолепно и прикольно то что он работает вообще без пульта если вам нужно как-то хитро повесить над головой чтобы он вас стрекал то тогда это просто вы включаете режим управления с телефона и с телефона его там вперед назад лево вправо и а вообще так он своих режимах работает просто великолепно ну что давайте попробуем как он реально ли будет трекать объекты в движении сейчас сядем на скутер и проедемся посмотрим медленнее медленнее дрон не успевает да если еще медленнее получается едь еще медленнее ну вот так нормально да да вот так отлично давай 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 вот так отлично медленнее от стены чуть подальше дрон потеряли стой короче он вот нас потерял и просто тупо остановился на том месте где и должен был висеть в общем в каком-то виде это работает но на быстрых объектах и в закрытых территориях и когда много людей наверное все таки ему немножечко проблематично но мы попробуем это сделать когда-нибудь на пустой дороге вообще и посмотрим как это будет привет ракета привет ракета подвезете меня в дэн-пасар пожалуйста садись только шлем хорошо без шлема не подвезу никакого дэн-пасара данный пример на мой взгляд является наверное одним из самых иллюстративных потому что мы начинаем двигаться на скутере если вы двигаетесь на каких-то медленных объектах такие как там велосипед либо электросамокат либо вы бежите и идете то конечно дрон с этим справляется очень хорошо но так как этот дрон достаточно слабый и подвержен влиянию там порывов ветра то когда вы едете на каком-то достаточно быстром объекте следить за вами можно только если он подключен к пульту вы ему включите какой-то спортивный режим и он будет очень сильно газовать а в том случае в котором дрон просто летит и следит за вами это у него достаточно ограниченные мощности и вот как только мы немножечко вперед добавляем газу то он уже не успевает и начинает нас догонять и и при этом его болтает потому что при порывах ветра легкий дрон и и маленькие пропеллеры он конечно не супер справляется но и когда он теряет объект а в нашем случае он его потерял просто потому что у нас села в дроне батарейка и он завис перед лендингом но я думаю что если бы мы продолжали движение при нормальном заряде то все было бы хорошо в нашем случае а теперь у нас задача давайте мы подключим наш маленький дрон диджайнео к пульту это пульт который у меня идет вместе с маленьким дроном диджай мини 4 у меня пульт называется rc 2 pro то есть со встроенным экраном и сейчас мы его подключим к нео и полетим ждем когда загрузится наш пульт он должен подключиться но скорее всего нужно будет выбрать правильный дрон малышу ждет ну вот этого дрона нету облета препятствий поэтому можно быть очень аккуратными и проблема в том что у него есть возврат на базу но если будут какие-то деревья то вы в них залетите когда вы взлетаете на пульте напоминаю что его можно подключить только к диджай rc 2 контроллеру он летает в режиме обычного пульта так как летают все дроны диджай спецификации говорят что в нормальном режиме его скорость 22 километра в час я так понимаю что когда он без пульта это его обычная скорость 28 километров в час когда он летит в режиме спорт и я думаю что в принципе это все на что можно рассчитывать при использовании этого дрона когда вы его подключаете к обычному пульту так же в спецификациях написано что когда вы летаете в мануальном режиме то есть в режиме fpv его скорость может достигать пятьдесят шесть километров в час я считаю что это полная чепуха хотя спецификации именно об этом говорят у вас при использовании пульта появляются все те же возможности которые есть при использовании скажем там мавика или мини или вы можете записывать видео ставить на паузу у него есть возможность ритурн хом то есть когда вы нажимаете кнопочку он начинает возвращаться когда вы убираете руки со стиков он зависает и начинает висеть на месте то есть грубо говоря все возможности дрона когда он подключен к пульту точно такие же как при использовании любого другого дрона есть нюансы что его конечно сильно болтает потому что он ну все-таки дрон легкий также можно поднимать опускать камеру и иногда чтобы что-то посмотреть это очень удобно то что реально неудобно то что у него нету obstacle avoidance то есть грубо говоря если вы его что-то влетаете то он не облетает а пролетает через этот объект если это ветки еще ладно потому что пропеллеры скрыты дактами но если это какой-то объект он него просто врезается и это ну не очень удобно для полетов выставляете руку он садится короче резюмируем это великолепно он летает как обычный дрон диджай кстати говоря с их пультом он также летает но это маленький дрон нужно это учитывать что никакой ветер там и это все его будет болтать в общем он не для этого предназначен а вот обычным пультом как диджай у него очень большое расстояние и улететь вот я смотрел тесты здесь просто не было так далеко улететь но на нем можно улететь было около километра ограничение здесь не в качестве сигнала а именно в размере батареи потому что с этой батареи он летает 17 минут с дактами и 18 минут без дактов а за это время он успевает улететь на километр прилететь остается еще там около 30 процентов батареи поэтому великолепно для этих целей его можно использовать если у вас есть пульт если нету но это получается уже достаточно дорогой дрон в покупке и можно рассмотреть например диджай мини и он будет все таки поинтереснее мне в этом дроне очень понравилась мультифункциональность то есть если вы хотите fpv пожалуйста вот он fpv хотите пользоваться как обычным диджай дроном нате вот вам так нет у вас пульта пользуйтесь самостоятельным дроном и это просто великолепно потому что за 199 долларов вы получаете столько возможностей что вы можете и так и так и fpv пультом и fpv стиком и в очках летать и головой крутить у него есть трекшн контроль и просто обычным троном улететь супер так ну вот друзья у нас очередной выпуск подошел к концу но прежде чем мы завершим данный ролик давайте я сделаю свое резюме это дрон который покрывает совершенно другую аудиторию совершенно другие задачи мы летаем напоминаю на fpv дроне на котором мы снимаем динамику данный дрон тоже умеет fpv но мне кажется если мы уже говорим об fpv это и скорость и динамика и маневренность это собственно не об этом потому что для того чтобы противостоять сильному ветру нужна большая скорость данный дрон этого к сожалению не может то что он коннектится к очкам к пульту это все очень хорошо но если мы говорим об fpv это должен быть дрон fpv данный дрон для этого мне кажется это не его задачи потому что это такое fpv внутри помещений либо на бэк-ярде в общем нету в этом никакого смысла если мы говорим об управлении этого дрона с телефоном с телефона это полная говнина то что он умеет делать сам эти режимы мне нравятся если вы начинаете руками туда лазить то ничего толкового это не получится единственное какое преимущество в этом плане есть вы можете его поднять там на какой-то высоту выставить чтобы он снимал с определенного ракурса то есть так вот именно потыкать и настроить точку съемок да это работает да это нормально но именно летать с учетом управления данным дроном через телефон это полный трэш так далее звук это тоже кусок говна конечно дрон убирает тот звук который идет с телефона на него убирает вот эти вот жужжание пропеллеров но это просто трешак то есть вы записывать на этот дрон ничего не можете единственный нормальный вариант это писать отдельно на петличку но в этом случае слышно дрон в общем звук и дрон данный дрон это вообще не рабочая тема поэтому можно даже не пытаться если мы говорим о динамике когда он там будет фола в вас когда вы едете на там мопеде нужно будет это делать действительно не быстро потому что быстро он летать не умеет ему дается это тяжело ну в каких-то режимах если вы не уезжаете там важно не стоит задача газовать чтобы он за вами летал то как бы он нормально с этим справляется если вы хотите ну полноценный фоллоу нужен дрон какой-то побольше который даже будет иметь возможность облетать какие-то препятствия потому что если этот дрон вас теряет а если много объектов он вас потеряет то он просто зависает на месте нам вам нужно возвращаться в общем короче для динамики я бы этот дрон не использовал вообще для записи звука это полный отстой для каких-то сложных режимов он не подходит fpv не подходит в общем для этих задач мне кажется этот дрон не состоялся а вот режимчики которые у него встроенные типа он вас как штатив вот как штатив он работает хорошо то есть если вы будете ходить и что то рассказывать там по пляжу или просто вернее даже если вы будете ходить и что-то показывать пальцами а потом наложите войсовер это будет нормально работать если вы хотите писать там на петличку то вы будете слышать постоянно жужжание дрона потому что он не тихий то есть это достаточно шумное устройство потому что маленькие пропеллеры ему нужно их крутить сильно чтобы он гудел в общем резюмируем режимы которые типа фола в штатив там подняться кверху это то для чего этот дрон может использоваться и мы его будем использовать потому что когда вы идете например по пляжу вас снимают этот дрон сзади вы делаете какие-то действия он летает и трекает вас это великолепно для этих задач он сделан если вы хотите какого-то активного трекинга наверное это все таки не то если будете бегать да он наверное справится если вы будете ехать на мопеде то наверное все таки это не то ну если медленно будете ехать да он сделает если вы будете ехать быстро Ну, здесь важно, чтобы он вас не потерял, потому что если много объектов, он может вас потерять В общем, вот такой вот мой вердикт Мы его будем использовать И вы будете видеть кадры, шутинг, которые мы будем этим дроном делать Поэтому для определенных задач великолепный дрон за 200 долларов Единственный недостаток это стоимость батареи 80 баксов за батарею А если их не покупать, он будет заряжаться долго А если покупать комбо-комплект, он стоит 500 долларов В комбо-комплекте входят 3 батареи и пульт Но мне кажется, что это лишнее Я бы, может быть, докупил еще одну батарею И это бы покрыло полностью все наши нужды Все, друзья, подписываемся на канал Напишите мне, пожалуйста, в комментариях вот такие вот обзоры технических каких-то девайсов Которые используются для блогинга Насколько они вам интересны Если вы считаете, что окей, это можно делать Тогда мы это периодически будем делать Потому что новинки не выходят каждый день И если мы на что-то снимаем, мы можем делиться с вами своими какими-то мыслями И удачно это решение или нет В общем, нам нужно знать Вот этот такой пилотный выпуск Если он зашел, окей, будем продолжать Если нет, значит тогда не будем Потому что людей, которые делают обзоры на всякую технику, их много Но мы делаем это в ключе именно видеоблогинга Вот такого, как вы знаете, наш формат, который мы снимаем Все, друзья, еще раз подписочка на канал Проверяем, проверяем колокольчик Ставим лайки, пишем комменты Для нас это важно Напоминаю, у нас есть телеграм-канал Нужно пройти бот Ссылочка в описании и сейчас на экране И уже до встречи через неделю Пока Субтитры сделал DimaTorzok